Всем привет! Решил записать небольшое видео, в котором выскажу свое мнение относительно игры Pokemon Go. Точнее, относительно слухов, которые они ходят. Для тех, кто не знает, я капитан запаса Воздушно-десантных войск России. Обучался в Рязани, в Рязанском командном училище на факультете разведки. Кое-что в этом понимаю, и сейчас я вам расскажу свое мнение. Изначально, когда игра появилась, она сразу же набрала огромную популярность, и поползли слухи о том, что якобы к разработке игры причастна ЦРУ, Центральное разведывательное управление США. Это действительно так, факты никуда не денешь, и в разработке действительно участвовала эта организация. Вопрос, зачем? Изначально сходило очень много мнений о том, что якобы для того, чтобы собирать данные со смартфонов, в частности, фото-видеосъемку объектов и так далее, и так далее. Это все не так. Почему? Да очень просто. На данный момент существует масса спутников-шпионов, которые позволяют из космоса сделать снимки такой детализации, которую даже со смартфона с Земли сделать не всегда получится. Так для чего же это все-таки ЦРУ? Сейчас я вам наглядно покажу. На самом деле, цели задачи очень просты. Возьмем пример Минск. Схематично показываю, поскольку сам живу в Минске, показываю, как это работает. Запускается игра. Люди начинают ходить по городу, собирать, собирать, собирать. Вот этих вот покемонов, везде ловить, 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 ловить. Что мы видим? Мы видим, что карта постепенно закрашивается вот такими вот зонами, в которых без труда, без проблем любой желающий может ходить со смартфоном, вести съемку, снимать все вот эти объекты, ну и так далее, и так далее. То есть здесь съемка разрешена. Что это значит? Это значит, что на этой территории ничего интересного, стратегического или закрытого нет. Что система делает дальше? Запускает редких покемонов в те места, которые по числу и по количеству поимок покемонов отличаются. Допустим, вот, ну, предположим, здесь какая-нибудь там стройка или какой-то пустырь труднодоступный, да, болочистая местность. Запускает сюда каких-то редких покемонов. Система видит, что после того, как туда запустили покемонов, ну, не так много, но все-таки люди стали туда залезать и ловить этих редких покемонов. Но, все равно на карте появляются вот такие вот небольшие объекты, на которые доступ закрыт. То есть это могут быть стратегические объекты, это могут быть военные объекты, военные базы, какие-то, я не знаю, там, военные заводы. То есть те места, в которые попасть со смартфоном невозможно. Что в итоге получается, если смотреть глобально? Всего за несколько месяцев ЦРУ получает карту большей части планеты, в которых четко обозначены те точки, в которые попасть невозможно. Таким образом, собственными руками мы с вами даем информацию о секретных военных и стратегических объектах. С точки зрения военной разведки, это самая грамотная и самая уникальная разработка последних, наверное, десятилетий. Вот так вот, без особых вложений, увлекая в игру обычных граждан стран, всевозможных стран мира, ЦРУ получит карту тех объектов, в которых находится что-то секретное, что-то недоступное. И в случае, не дай бог, какой-то войны, можно будет прицельно бить по этим точкам, выводя их из строя. Дальше думайте сами, делайте выводы тоже сами.